блендер 281 и давайте в этом ролике рассмотрим как сделать простой риг именно вот это вот мотоцикла погнали что мы имеем здесь нужно сделать именно саптул вот этой вилки саптул колеса заднего саптул колеса и вот это вот сам сам корпус так корпус можно отключить отключить можно раму вилку и будем работать с колесом с этим жмем теперь тройку на нампаде погнали переднее колесо будем разбирать опять вот такое колесо у нас только на нампаде и нужно теперь вот вы видите что курсор стоит по центру как это делается нажимаем на курсор нажимаем на центр колеса вот сюда и жмем теперь select box и жмем object и жмем set original и жмем вот эту origin to center of mass все те прикрепили к центру курсор заходим в это находим теперь арматуру и single bond включаем инфронт видимостью фронтальную инфронт впереди и теперь уже заходим в edit mode и немножко вот можно move вот так все это дело уменьшить переключаемся на единицу на нампаде и select box выбираем трансформ и чуть-чуть перекручиваем вот эту косточку вот так устанавливаем смотрим теперь сверху select box выбираем нижнюю часть кости единица на нампаде тройка на нампаде shift зажатые зажатой колесико переносим модель если надо и теперь ем вытягиваем так вот косточку нажимаем на косточку пайк и и жмем клип м отсоединяемые теперь выбираем верх кости и жмем не вытягиваем еще экстрадируем одну косточку и теперь ее нажимаем жмем поле пей клип м подсоединяем эту по стать и вот эту косточку, вытягиваем чуть-чуть вперед. Теперь Shift-A появляется у нас в декурсор вот такая вот такая косточка, мы ее тоже можем немножко уменьшить или прибавить. Выбираем саму кость, вытягиваем ее вот так вот кверху, Select Box, выбираем верхнюю часть кости, Transpose, и вот так все это дело перекручиваем. Пока пусть косточка находится тут. Ну, теперь давайте еще одну косточку поставим вот на это колесо. Выбираем вот эту кость всю, вот эту, делаем Shift-D, щелчок, семерка на нампаде, колесиком подкручиваем, MOF, и уводим эту косточку вот сюда. Вот так вот. Тройка на нампаде, колесиком приближаем, и нужно эту кость установить именно в центр. Желательно, чтобы четко. Вот так. Все нормально. Все нормально. Давайте теперь их соединять. Первую кость соединяем вот эту, и вот эту, через Shift-D, зажатый, и щелчок левой кнопкой мыши, Ctrl-P, Keep Offset, вот эту косточку, Shift, вот эту, и вот эту, Ctrl-P, Keep Offset, и вот эту косточку, соединяем с этой косточкой, Ctrl-P, Keep Offset. Все, теперь нужно заставить переднее колесо двигаться, именно крутиться. Выбираем теперь Pause Mode, первую косточку, вот эту, выбираем, и Shift, вот эту косточку, Ctrl-Shift-C, выбираем, слежение, Track Tool, следом, вот эту косточку, так, вот эту кость, и вот эту кость, Ctrl-Shift-C, выбираем, трансформация, вот она позеленела, вы видите. Следом, выбираем, вот эту косточку, жмем, Ctrl-P, и делаем ее, костью, Бом, чтобы она не двигалась. Что еще можно сделать? Выбираем теперь Object Mode, выбираем колесо, перешив, зажатый левый щелчок мыши, вот на эту косточку, жмем, Pause Mode, выбираем вот эту кость, эту кость, снимаем выделение, жмем, Ctrl-P, и жмем, Бом. Назначаем, теперь вот это колесо, будет кость, полностью вот эта вот, кость связана с колесом. Ну что, теперь настроим вот эту вот косточку, заходим в настройку кости, так, что у нас тут имеем? Object Mode, выделяем только кости, снимаем выделение с колеса, выделяем вот эту косточку, жмем, Pause Mode, и вот теперь настройки посмотрим, ROT, LOC, ставим здесь минус 1, и минус пишите именно на нампаде, нампад под правой рукой находится, где клавиатура 7, 8, и плюсы, минусы там умножить, и разделить. Так, что еще? Здесь внизу ставим единицу, Enter, и ставим теперь ROT, ставим теперь минус 90, Enter, и теперь ставим 90, Enter. Вот вы видите, что кость чуть-чуть искривилась, не беда, сейчас мы поставим SPAC LOCAL SPACE, и вот здесь вот тоже LOCAL SPACE. Ну что, проверяем дебют, вставим MOV, и пробуем. Колесо не крутится, печаль большая, значит, где-то что-то не соединилось. так, смотрим, здесь все нормально, с этой костью все нормально, эта косточка, как у нас крутит, вертит, работает, значит, у нас вот эта косточка, вот эта, не стала именно костью с колесом. Object Mode, выделяем колесо, жмем, Shift, жмем на косточки, жмем на Post Mode, выбираем вот эту кость, вот эту кость, снимаем выделение, и жмем Ctrl P, жмем On. Так, теперь заходим в Object Mode, косточки, выбираем Post Mode, выбираем вот эту кость, что-то она опять не хочет крутиться, значит еще где-то у меня косяк, у меня по-моему мышка где-то не дожимает. Так, жмем, почему вот эта косточка соединилась с этой костью, она не должна была соединяться, жмем Edit Mode, и жмем Ctrl, так, Alt P, Clear Parent, так, Ctrl Shift Z, смотрим теперь, Post Mode, вот так, Ctrl Z, Edit Mode, выделяем эту косточку, эту и Ctrl P, Keep Offset, теперь, вот эту косточку, Ctrl P, она подключена, смотрим, Alt P, Clear Parent, и теперь, Shift, вот эту косточку, Ctrl P, Keep Offset, смотрим еще, что тут может произойти, Post Mode, все, вот, начало двигаться, жмем тройку на Num Pad, выбираем вот эту косточку, и проверяем, опять ставим Local Space, Local Space, выбираем вот эту косточку, не крутится, печально, так, что-то еще произошло в этой жизни, поставим теперь минус 6, Enter, здесь ставим 6, Enter, здесь ставим минус 360, Enter, здесь ставим 360, Enter, ну и повторить можно Local Space, Local Space, выбираем эту кость, заходим в Edit Mode, что-то у меня тут опять пошло не так, здесь отсоединено, Ctrl Z, Ctrl Z, Анимация, Snap, Selected to Cursor, эту косточку проверим, Snap, Selected to Cursor, Object Mode, выбираем колесо, выбираем косточки, и по-моему у меня где-то не дожимает именно вот это Ctrl P, именно бом, да, вот опять она у меня барахлит, ну проверяем теперь, все, вот теперь она задвигалась, Ctrl Z, надо менять мышку, что-то у меня мышка видать уже свое изжила, теперь нужно связать вот эту косточку вот с этой косточкой, так, сначала вот эту кость выделяем, Shift, жмем на эту косточку, жмем Ctrl C, и выбираем Copy Bond Constance, смотрим, что, все, она продублировалась, теперь нужно зайти, так, Ctrl Z, Ctrl Z, вот так, еще раз проверим, как она тут движется, все движется, Ctrl Z, и поправим Object Mode, снимаем выделение с колеса, выбираем теперь вот это колесо, решив вот эту косточку, и жмем Post Mode, вот так, через Shift выделяем косточку, эту кость снимаем выделение, и жмем Ctrl P, и бомб, так, теперь опять Object Mode, выделяем, снимаем выделение с колеса, выделяем косточки, Post Mode, и выбираем вот эту косточку, вот эту, и Shift вот эту косточку, жмем Ctrl P, и делаем так, Ctrl C, и жмем Copy Bond Constain, смотрим теперь, как она должна потянуть за собой это колесо, так, смотрим, так, колесо-то она тянет, но колесо не движется, жмем Ctrl Z, выбираем вот эту косточку, и в настройки заходим, жмем Local Space, Local Space, проверяем, не движется, опять выбираем косточку, смотрим, что тут не так, все здесь установлено, значит, опять не связалась кость именно вот с этим колесом, Shift выделяем, Cos Mode, Ctrl P, и опять Boom, так, смещения нету, надеюсь, так, тройка, Ctrl P, Boom, на всякий случай, Object Mode, Post Mode, выделяем косточку, смотрим, все, задвигалось, и это колесо, Ctrl Z, выравниваем, все это дело, что нам нужно теперь, заходим в Object Mode, включаем корпус, вот он появился, выделяем его, тройка на нампаде, теперь Move, подтягиваем его где-то вот сюда, ну и посмотрим, раму включим, так, рама стала, так, корпус можно, наверное, еще немножко увести вдаль от крыла, где-то, ну вот так вот, смотрим, как тут заднее колесо установлено, все нормально, так, теперь тройка на нампаде, и в чем заключается теперь вот фишка, да, нужно вот этот корпус привязать к кости, и переднюю вот эту вилку тоже, выбираем кости, заходим в Edit Mode, делаем вот этой кости, вот эту косточку, значит, мы должны перетянуть вот сюда, и чуть-чуть можно опустить, главное, чтобы не было косяка, посмотрим, ломки тут не будет, нет, если да, то будем возвращаться сейчас, так, заходим в Object Mode, выбираем корпус, выбираем эту кость, заходим в Post Mode, и жмем Ctrl-P, Bomb, Object Mode, снимаем выделение, выбираем косточку, заходим в Post Mode, ну и пробуем, все, корпус движется с колесами, Ctrl-Z, заходим теперь Edit Mode, Shift-D, делаем этой косточки, вытягиваем ее вот сюда, вот так вот, вот таким вот образом, ставим ее на раму, и связываем, так, пока давайте привяжемся, заходим в Object Mode, выбираем вот эту вот раму, выбираем вот эту вот косточку, заходим в Post Mode, и делаем Ctrl-P, Bomb, все, теперь косточка движет ее, так, вот эту кость, вот эту кость, надо, чтобы она следила вот за этой, правильно? Ну, теперь заходим в настройки Add Bomb Construct, жмем Track To, и здесь ставим слежение вот на эту кость, ставим вторая кость, вот опустился, вилка опустилась, теперь по Z ставим, так, вроде ничего тут такого, ну и смотрим теперь, как тут все будет получаться, по Z, так, что тут еще не так пошло, надо еще попробовать так, на вторую косточку, слежение тогда убираем, ставим на кость, ставим Bond Track To, выбираем вот эту кость арматура, ставим вторая кость, вот она опустилась, смотрим, проверяем, как она будет за ней следить, следит, надо теперь ее поправить, Ctrl Z, выбираем вот эту косточку, опустившуюся, вот эту, и жмем теперь минус Z, и уменьшаем немножко слежение, вот это вот, проверяем, не понимая, что с ней не так, вот она опустилась, теперь выбираем косточку, надо вот эту вот теперь раму именно поднять, так, если мы сейчас поставим здесь по Z, по Y вроде стало, ну давайте смотреть, будет работать, нет, как только становится, все перестает работать, так, это значит по X, это значит по Z она опустилась, по минус Z ставим, опять не хочет работать, печально, да, так, оставляем по Y, смотрим, если по Y работает, все работает, да, ну и тогда зайдем, давайте вот так вот сделаем в Object Mode, выберем вот так вот эту штукенцию, так, поднимем, поставим, жмем теперь тройка на нампаде, и немножко ее перекрутим вот так вот раз, и чуть-чуть опустим, заходим теперь по Smut, смотрим как да что, семерка на нампаде, Object Mode, выбираем вот эту штукенцию, и немножко подровняем, так, теперь опять же Post Mode, все, вот теперь вы видите, что руль более-менее нормально движется, все нормально, все пойдет, ну и попробуем как это все теперь есть здесь, да, выбираем вот эту косточку Shift, вот эту, и вы видите, что все крутится, все вертится, нормально, все понятно, вот эту косточку, вот, помучил меня немножко этот мотоцикл, давайте теперь Object Mode, и подгрузим сюда импорт, и модель именно вот этого гражданина, так, и кому знаком вот этот персонаж, мы его всадим на мотоцикл, вот таким вот образом, вот так вот, и вот, когда сел персонаж на мотоцикл, тут возникает другой вопрос, если теперь зайти в Post Mode, допустим, если выбрать даже вставить ему косточку сюда, давайте попробуем Edit Mode, так, теперь Shift D, ставим вот сюда кость, Alt P, Alt P, Alt P, Clear Parent, и вот надо теперь гражданина Object Mode привязать вот к этой косточке, вот так, заходим в Post Mode, вот так вот, и вот этой косточке удаляем настройки, так, теперь жмем Ctrl P, Boom, и смотрим, как все это будет работать, выбираем эту косточку, эту, вот эту кость выбираем, заходим теперь в Post Mode, выбираем вот эти две кости, вот по прямой он едет, но вопрос, если начинается, будет начинаться поворот, ну вот допустим, вы видите, что руль уходит, пусть ненамного, но руки должны привязаны быть вот именно к этому рулю, чтобы тело связано было, значит, ему нужен полностью рик будет делать с руками хотя бы, и вот здесь центральной косточкой, ноги не обязательно, ну, голова, руки и центральная кость, чтобы его держало, вот это вот, и в принципе он может ехать, просто хотя бы руки, чтобы вертелись за рулем, ну, такая вот штукенция, рик, конечно, сыроват, но других ригов я, во-первых, не видел, если взять связать все вот эти кости воедино, то у нас разные персонажи, вот это уже печаль, если два колеса еще можно связать на центральную кость и одной костью ими регулировать, то вот как делать, когда много вот этих саптулов, я пока это дело не знаю, кто знает, подскажите, ну, еще раз давайте в завершении ролика посмотрим, чем увенчались муки, вот все едет, колеса крутятся, так вот, заднее колесо тоже вы видите, что оно перекручивается, руль стал все-таки у нас крутиться, вот так, ну, чуть-чуть нужно с персонажем, да, работа, вот так все по прямой, то он может гнать на мотоцикле, вот так, несколько даже байкеры, как в мультфильме несутся, вот в принципе все это дело может работать,